Меня, в общем, подкупили. Мне сказали, что меня профинансируют. Мне поднимут зарплату, купят шову. Я думаю, ну ладно. Не, ну ты главное согласиться? Да, я согласилась. Да. Но я-то получила свою выгоду какую-то. Последний ход я была уборщицей, к сожалению. Почему к сожалению-то? Ну, смотрите. Чистота, да. Да, я вышла на пикет в поддержку ламантинов, и чтобы подняли мне зарплату. Меня уборили, но условие было такое, что наша семья не жила в России, поэтому мне там к пособию прибавка, там еще прибавка. Я, в общем, тоже выгоду свою получила. Ну, то есть я осталась довольна. Да, я осталась довольна во всех четырех случаях. Ну ладно, то есть, смотрите, была какая стратегия, да? Ну и не важно, что я не победила, я при своих, правильно? То есть человек везде выгоду свою получил, так? Так, давайте дальше, следующее. Как так получилось, что... Ну, в первых двух случаях, когда я был подцом, меня постоянно давили различными болячками. Папа, почему у тебя здесь больные члены семьи, блин, я нахожусь вылечить. Алеша! Ты иди, не знаешь, что мы у них улыбнули. Что, почему у тебя семья здоровый образ жизни не ведет? Что здесь делать, дать это не пришлось? Папа! Не знаю, будет такое стечение обстоятельств. Ну ладно. Ну, ребят, в следующий раз вам узнаем, что мы 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 узнаем. О том, когда я был генеральным директором, бухгалтер же знал, что она, прежде всего, ведет всеми деньгами. И последний случай, когда... А тоже не пугало тебя, что она там насчитает, что тебя в тюрьму посадят? Нет, для него это было. Она может ведь насчитать и с деньгами свои тоже? Нет? Все, может быть. Можла, да? Ну, в общем, ты решил с ней не ругаться. Ага, отлично. Я вообще решил остаться в стороне, поскольку генеральный директор и генеральный директор расстраиваются. В первых двух случаях я была мамой, и постоянно цифр предлагали, что это более выгодное. Ну, и, в общем, я соглашалась. Ну, ты как настоящая жена решила, что... А потом я была бухгалтером, и мы решили, что все-таки главный это генеральный директор. И в последнем случае я была уборщицей, и как раз таки... Мы там чуть ли не передоровились, и в итоге мы работали бухгалтером. Слушай, ну, социальные ролики, почему-то людей заметили, да? Молодец! Дальше, ребят... Я была в двух семейных случаях. Младшую с сестрой, и младшую с сестрой ни в одной из семей не слушали. Так, почему никто не любит мальчик? Потому что ж никогда так. Мне есть время в детдом. И правда, я была... Да, дальше. Слушай, тебе надо было конючить, не спать ночами, закидывать тех игрушками, и отписать всем ковры, я не знаю, кому что-то такое делать. Кирилл. Приоритет давали, да, мужьям, или же старшим сестрам, которые давили на то, что не выступает в мус. Бездолженок не петенок. А в следующем двух случаях мне тоже повезло, и оказались роли в отчестве. Которые тоже нигде не слушают. Напиши поисков. Поэтому я такая стала еще. А ты можешь, знаешь что, по-моему, на ветром нажмение, когда генеральный директор приходит, оно падает, оно падает, оно падает. Я там... Ну все, дальше. Я никогда в игре не выигрывала. Первый раз, это... для глаз. Папа, ну на тебе дети ездят. Ну что такое? Ну так нельзя. Альтруизм это хорошо. Да, он зависел от тебя, ребят. Ну как так? Если папа не будет зарабатывать, ну какое ЕГЭ? Ну пойдешь на улицу работать продавцом. Альтруизм это хорошо. Хороший проект. И сказала то, что если я добрая, то все будет хорошо. Я сказала, ну ладно. А в четвертый раз, вы видите, на последнем ряду сидел, там две девушки, такие боевые, и шел как бы опять. Если бы я бы сказала, что я дам главный, то бы мне бы и в жизни, ну не в реальной стороне. Такая пара. Молодцы. Ребята, спасибо.